2 июня в 4 гимназии, что на болгарской 88, было достаточно громко. Это дали знать о себе учения по обезвреживанию террориста, захватившего школу. В департаменте образования горсовета отметили, все прошло по плану. В будущем подобные мероприятия ожидаются во всех учебных заведениях Одессы. Мы хотим узнать, как работают представители различных структур, начи от КОРД, медицинской помощи и ДСНС. Сейчас будет проходить круглый стул работников правоохранных органов и других структур, и педагогов. Это вопрос, каким образом мы сегодня увидели в 4 гимназии, сделать в каждой школе. Сейчас директоры увидели, но в целом, конечно, это могут только фаховцы. По легенде, террорист открыл стрельбу возле школы и зашел в учебное заведение, где продолжил стрелять. Часть детей и педагогов выбежали на улицу, а те, кто не успел, забаррикадировались и ждали спецназ. Силовики обезвредили террориста и вывели его из школы. Однако по сценарию не обошлось без пострадавших. Вахтерши эвакуировали медики. Представители всех служб, принимавших участие в спецоперации, отметили, что действовали максимально приближенно к реальным условиям. Если есть, поступает звонок на 103 и говорят, что где-то заминирование, если где-то зашел вооруженный человек, задымление, мы всегда реагируем очень быстро, экстренно. И в течение, так как эти вызовы относятся к категории критических, мы доезжаем до них за 10 минут. Важливо понимать, что теория – это теория, а восприятие практических навыков, эвакуации, поводжения детей в каких-то ситуациях – это очень важно. Это нужно быть на уровне механики, восприятия в каждой школе. Поэтому это вопрос будет работать на летних лагерях, на школьных таборах. В учебных закладах в минулом году за весь год возникло 5 пожаров. На каждый учебный заклад у нас сформированы оперативные документы реагирования. На все учебные заклады выезжает пожарная летовая техника автоматически за подвышенным рангом выплыва. Также отрабатывались действия на случай пожара, который потушили спасатели. Ученики рассказали, что подобные учения проводятся в гимназии довольно часто. Однако некоторые дети испугались, потому что выстрелы были достаточно реалистичными. С ними сразу начали работать психологи ГСЧС. Все было выполнено четко, быстро. Дети очень быстро покинули гимназию, эвакуировались, построились. Работа корда тоже была на высшем уровне. Очень было все быстро. Задержали преступника, скорая помощь прибыла. В общем, все остались живы, здоровы, целы. И самое главное, что дети получили полезные знания, как действовать в данной ситуации. В гимназии очень часто проводятся такие уроки, эвакуации. Это для нас не в новизну, но когда произошли выстрелы, мы все немножко так испугались, потому что это было очень непредвиденно и неожиданно. У нас был урок немедикой умовы. И нас очень быстро и слаженно всех вывели. Конечно, у детей некоторых немножко начали переживать. Возможно, началась какая-то паника. Но учитель нас быстро организовал, и мы все спокойно и хорошо выбежали. На этом работа по обучению школьников и учителей на случай чрезвычайных ситуаций не заканчивается. В ближайшее время спецназ побывает во всех школах города. А сотрудники полиции продолжат посещать школы с беседами о правилах безопасности и мерах осторожности. Ведь, как говорит народная мудрость, осведомлен – значит вооружен. Василий Базовлук, Владимир Ивжич, Телеканал «Репортер». Сегодня мы будем...